Елена Михалкова. Тёмная сторона души. Она сама виновата. Зачем она подталкивает меня к тому, чего мне не хочется делать? Зачем она говорит эти слова, после которых у меня нет другого выхода, кроме как убить её? Зачем она остаётся одна в своём доме? Доме с открытыми, Настюш, дверями и окнами, через которые внутрь может попасть любой? И зачем так спокойно лежит на кровати, будто только и ждёт, когда я приду и сделаю то, к чему она меня вынуждает? Если была бы хоть маленькая преграда, чтобы остановиться, сказать себе нельзя, сказать «оставь», она сама умрёт через пару-тройку лет. Но такой преграды нет, и даже калитка возле её дома закрывается на маленький перекидной крючок сверху. А мне или не знать, как он откидывается? Может быть, сегодня кто-нибудь из детей запрёт калитку на засов? Но она открывается легко, как обычно. Может быть, эта женщина закроет изнутри входную дверь? Нет, не закроет. Ей не до того, она лежит на кровати, ухмыляясь, и ждёт только новой жертвы, в которую сможет всадить очередную порцию своего яда. Для меня её яд смертелен. Да и для многих других тоже. Я же вижу это, как бы они ни прятались, ни маскировались, ни закрывались картонными лицами с ухмыляющимися рожицами. У нас всё хорошо, у нас все здоровы. Неправда. Вы нездоровы, вы уже заражены. Заражены её ядом, так быстро действующим на вас. Весёлых, хороших, добрых и совершенно беззащитных. Я прекрасно знаю, вы ничего не сможете с ней сделать именно потому, что вы такие хорошие и правильные. Но я смогу. Я смогу, потому что мне нужно защитить от её яда себя. Себя в первую очередь, иначе моя жизнь прекратится. Поэтому сейчас я зайду за колышущуюся занавеску, подойду к кровати, на которой лежит ухмыляющееся существо, и сделаю то, что нужно сделать. Закончу её жизнь, её собственную, дренную, гадкую, неправильную жизнь, и мне даже не будет страшно или противно. Она сама виновата. Глава первая Традиции постепенно терялись. Дедушка с бабушкой ещё пили чай за круглым столом, покрытым кружевной скатертью, на которой желтела тень от тонкого фарфорового чайника с треснувшей крышкой. Крышка была заботливо склеена дедушкой. Скатерть, между прочим, связана собственноручно прабабушкой. А зелёные цветы по краям вывязаны её сестрой, которая одна во всей семье умела вязать такие тонкие, нежные, кружевные цветы, почему-то всегда зелёного цвета. Над столом висела старая люстра с тысячей маленьких звонких стекляшек, на комоде стояла узорчатая коробочка со старым пожелтевшим лото, которую обязательно доставали после чая и ставили на стол. Это была традиция — лото после чая с пирогами и ещё непременные разговоры обо всём на свете, которые Маша слушала, затаив дыхание. Обсуждали политику Кубы, историю побега Наполеона, рецепты приготовления мочёных яблок, путешествия на Контики, растительность Средней Азии и тысячу других невозможно интересных вещей. Бабушка вязала крючком свои бесконечные шали, дедушка потягивал остывший чай с ароматом яблок, а Маша, папа и мама раскладывали деревянные бочонки на плотных треснутых карточках с цифрами, пахнувших, как паутина в углу за печкой. Чайник разбился, люстру поменяли на современную, скатерть убрали в комод, бочонки из лото растерялись один за другим. И бабушка с дедушкой умерли. Теперь за чаем собирались втроём. Родители и Маша. Конечно, беседовали по-прежнему, но чаёвничали не каждый день, а только по выходным, и беседы стали не такими интересными. Маша пару раз пыталась расстелить на столе старую скатерть с зелёными цветами, но родители недоуменно пожимали плечами. Зачем, если есть такая красивая клеёнка с геометрическим рисунком? И Маша отступала, сворачивала скатерть, аккуратно складывала в большой пакет и возвращала на место, в верхний ящик комода. Правда, совместный чай по выходным ещё оставался, и оставалось яблочное варенье. То, как его варили. Маша привозила на дачу своих друзей, и все садились под самой старой яблоней-ранеткой, раскинувшись около дома. Чистили яблоки, складывая кусочки в огромные тазы. А потом мама заливала всё это богатство с сахарным сиропом и варила, варила, варила. Так что по всей деревне расплывался запах яблочного варенья. Папа аккуратно раскладывал варенье по банкам, и банки прятали в погреб. Но традиции постепенно терялись, разбазаривались со временем так бездумно, что Маша иногда становилась до слёз обидно. Родители приезжали на дачу всё реже, друзья предпочитали отдыхать на курортах за границей, где было всё включено. Когда Маша слышала это «всё включено», ей сразу вспоминалась бабушка, всю жизнь экономившая электричество и любившая покрикивать, войдя в дом. «Почему у вас всё включено, а? Тут лампа, там лампа, здесь два светильника горят. Ишь, устроили иллюминацию среди бела дня». И Маше казалось, что друзья приезжают на такие курорты, где всё залито безжалостным светом тысяч ламп, от которого некуда деться. Она вышла замуж. Родился Костя, которого чуть ли не с самого рождения стали привозить на их старенькую дачу. Маше было там хорошо, несмотря на туалет на улице и стирку руками в холодной воде. А вот Игорь быстро начинал ныть. «Хочу домой, хочу в город». В лесу ему было скучно, на реке ему было мокро, в саду скучно и мокро. Он был до мозга костей городским, и даже деревенская тишина с пением птиц по утрам и с трекотанием ночных кузнечиков нервировала его. Он любил просыпаться под шум машин. А откуда же возьмётся шум машин в маленькой деревеньке, до которой даже асфальтовую дорогу не проложили, и пять километров от леса шла кривая ухабистая колея. Когда они развелись, Игорь сообщил. «Машка, ты меня знаешь, помогу всем, чем смогу, но в твоё простоквашенное больше ни ногой». «Сдалась мне там твоя нога», — парировала Маша. «Только грядки топчешь. И не простоквашено, а засорено». «Засорено», — закатил в глаза супруг, теперь уже бывший. «О, прекрасное засорено, которое я больше не увижу, надеюсь, никогда. Милые добрые засоренцы, живите в мире и спокойствии. Ни лицезреть не отныне ваши рожи, не обременённые интеллектом. И слава богу». «Иди нафиг», — сказала Маша, — «сам ты рожа, не обременённая интеллектом». В глубине души она признавала некоторую правоту за Игорем, что не мешало ей любить деревню нежной любовью. И Костя обожал засорено. Там был лес, была река, там были его приятели, мальчишки, которых родители привозили на всё лето к бабушкам-дедушкам. В общем, полное раздолье. Они приезжали вчетвером с Костяными бабушкой и дедушкой, сразу затапливали печку-голландку, и пока она трещала поленьями, Маша доставала сваренную ещё в городе картошку и резала колбаску, обжаривая кружочки на сливочном масле. Колбаска сердилась, шипела и плевалась маслом в разные стороны, и Маша проворно отскакивала от плиты. Потом довольный Костя лопал колбасу, закусывая её картошкой, и, казалось, даже волосы у него вставали заборчиком от удовольствия. «Классно, что приехали!» — мычал он с набитым ртом. «Только бы завтра дождя не было!» День, когда они потеряли их маленький дом, стал для Маши чёрным. Ей было очень стыдно за то, что даже известие о болезни матери она восприняла не так остро, как решение родителей продать дачу, чтобы хватило денег на больницу. Когда она позвонила отцу и заикнулась о том, чтобы пожертвовать машиной, а не домом, он отрезал. «Машина нужна для дела, а дача — блажь, баловство, и без дачи можно прекрасно обойтись». «А как же Костя?» — хотела спросить Маша, но промолчала. Отец весь был на нервах, и убеждать его в том, что внуку необходимо уезжать на лето из города, было бесполезно. «А если ты хочешь для Кости хорошего отдыха, то начинай нормально зарабатывать и вывози его на море», — безжалостно прибавил отец, словно прочитав её мысли. «А то все огоразды пользоваться родительским. На своё, видишь ли, заработать не могут». Маша так опешила от его злых и несправедливых слов, что даже не нашлась, что сказать. Отец положил трубку, а через два месяца домик в засорене продали семейной паре, которая собиралась поселить там своих старых родителей. Вопросом, куда же поехать на лето с 12-летним Костей, Маша озадачилась с начала зимы, как только мама пошла на поправку. Сценарии для детской передачи, которые она писала, давали ей неплохой заработок, но его хватало только на жизнь. Откладывать не получалось, как Маша не пыталась. Обязательно в самый неподходящий момент возникали экстренные ситуации, которые требовали денег и съедали все скромные Машины сбережения. Она пыталась найти подработку, но тогда оставалось меньше времени на придумывание сценариев. Чем ближе к концу подходила зима, тем в большее отчаяние впадала Маша. Перспектива сидеть с Костей все лето в душном городе приводила ее в ужас. Тем более, что сама она ни одного лета так не проводила. Ее работа позволяла уезжать куда угодно, был бы с собой компьютер. И Маша давным-давно купила гудящий тяжелый ноутбук, который перевозила каждый год в засорено в конце мая. Она позвонила в несколько туристических агентств, облазила форумы и выяснила, что на те деньги, которые ей все-таки удалось отложить к весне, можно поехать только в Крым или на юг России, снимать там частное жилье с туалетом на улице, готовить самим, но зато жить у моря. Правда, максимум месяц. На море Маше не хотелось. Нет, в Грецию, Испанию или в Болгарию она бы поехала с удовольствием, с тем большим, что никогда не была в этих странах. Но отдохнув один раз в небольшом городке под Сочи и другой в Крыму, она на всю жизнь запомнила грязные замусоренные пляжи, песок, в котором легко можно было напороться на битое стекло, хамоватых официантов в кафе и фрукты по московским ценам. «Скажите, а почему у вас персики стоят дороже, чем в Москве?» Как-то раз удивленно спросила она толстую бабу около их пансионата, небрежно взвешивающую свой товар. «Ой, вот и ехай в свою Москву, раз тебе там дешевле!» лениво протянула баба, даже не взглянув на Машу. «Тот я посмотрю, как там твой заморожь будет жить!» Неожиданное хамство и слово «заморожь», применительно к худенькому высокому кости, с жадными глазами смотрящему на фрукты в коробках, привело Машу в бешенство. Она никогда не умела скандалить с продавщицами в магазинах, но сейчас ей захотелось вцепиться торговке в обесцвеченные перекисью волосы и макнуть ее наглой мордой в ящик с подпорщенными персиками, стоящие у той в ногах. Но тут над ухом раздался голос Игоря. «Персики покупаешь, а я там хорошие груши нашел и недорого». «Не покупаю», — сквозь зубы ответила Маша. «Пойдем отсюда». В общем, вспоминать те поездки было неприятно, и на юг Маши не хотелось. Не говоря уже о том, что оставлять ноутбук в комнатке, ключи от которой будут у хозяев, попросту опасно. Рисковать ноутбуком Маша не могла. Обдумав все варианты, она позвонила Игорю. Они поддерживали хорошие отношения, хотя с Костей, по ее мнению, Игорь мог бы видеться и почаще. Но в целом бывший муж из него получился почти идеальный. «Куда лучше, чем просто муж», — иногда думалась Маша. Их отношения за шесть лет брака исчерпали себя и закончились, как заканчивается борщ в кастрюле. С одной стороны, жаль, что не осталось. С другой — было вкусно, да и можно сварить еще. Правда, последние два года, когда оба они уже не любили друг друга и мучились из-за этого, были тяжелыми для Маши. Но у нее был Костя. Любимый Костя. Кореглазый Костя, похожий на веселого олененка, весело выкидывающего тонкие прямые ножки в разные стороны. А у Игоря — та девушка, появление которой и помогло им расставить все по своим местам. Девушка потом исчезла, ее место заняла другая, но Игорь так и не женился, проводя жизнь в свое удовольствие. — Игорь, помоги нам, пожалуйста, — попросила Маша, позвонив ему. — Не могу я Костю летом в городе оставить. — Ну, не могу. — Подкинь денег, а? Или хочешь, давай вместе куда-нибудь поедем. Ты же знаешь, тебе со мной нормально будет. — Или у тебя сейчас подруга? — спросила она, почувствовав по молчанию на том конце провода, что ее предложение Игорю не понравилось. — Да нет, не подруга, — пробормотал бывший муж. — Не в бабе дело. Понимаешь, нет у меня сейчас денег, правда? — Может, в банке? — начала Маша, зная, что под Игореву стабильную зарплату можно было бы взять кредит. — Ты понимаешь, какая проблема? Я с работы уволился, — неохотно сказал Игорь. — Пытаемся с Володькой Красновым кое-что свое раскрутить. Не хочу говорить ничего пока, но, сама понимаешь, сижу с голой задницей, все, что было, в дело вложил. — Ты меня знаешь, я для Кости кредит бы взял, и с вами бы поехал, но нету, Маш. Ну, честное слово. Маша поверила ему и без всяких честных слов. Игорь раньше иногда говорил, как ему надоело работать на других, его мечтой был свой бизнес, хотя бы маленький. Но узнать, что бывший муж собрался раскручивать бизнес именно сейчас, стало для Маши неприятной неожиданностью. Последний путь к тому, чтобы вывести сына из Москвы хотя бы на месяц, оказался тупиковым. Маша совсем приуныла. Наступил май, деревья окутались зеленым дымом, в котором, если подойти поближе, можно было различить маленькие листики. Она срывала листик, вертела в руках, растирала между пальцами и жадно принюхивалась с тоской, вспоминая деревню и проданный дом. Помыкавшись неделю в раздумьях, Маша решила, что делать нечего. Придется ехать в нелюбимый Крым. — Ничего, ноутбук буду прятать куда-нибудь, — успокаивала себя Маша, хотя, услуживая воображение, подсовывала картинку. Она роет ямку под деревом, закапывает туда ноутбук и, оглядываясь по сторонам, крадется к дому, в котором спят хозяева. — Зато море, фрукты, песок... Ну, в общем, Косте будет хорошо. — Мам, я на море не хочу, — решительно заявил сын, узнав о ее планах. — С ума сошел, — изумилась Маша. — Знаешь, как на море здорово. — Знаю. Я там уже два раза был. — Напомнил Костя. — Мне не понравилось. — Да что там хорошего? Просто большая лужа, только соленая. — Тогда ты был маленький, глупый. А сейчас ты плавать будешь. На экскурсии съездим. Пещеру посмотрим. Хочешь в пещеру? — Я в деревню хочу, — тихо сказал Костя, отвернувшись в сторону и копаясь в шкафу с посудой. Маша вздохнула и села на табуретку. — Хорошо, — устало согласилась она. — Я попробую еще раз поискать. Может быть, нам сдадут какой-нибудь домик на лето. Не на все три месяца, конечно. На все денег не хватит, но хотя бы на два. — И не разоряй ты шкаф, твоя немытая чашка в раковине стоит. На следующее утро Маша накупила газеты и села звонить по объявлениям. Она успела сделать три звонка и выяснить, что ни один из вариантов ей не подходит, когда телефон в ее руке дернулся и заверещал так, что она вздрогнула. — Костя Паганец опять звонок поменял. Мелькнуло у нее в голове, пока она нажимала кнопку соединения. И вместо того, чтобы сказать «Алло», она грозно выдохнула в телефон. — Придешь домой — убью.